МПК. Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве Трёхгорное. Трёхгорное. Пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Спорт-ФМ представляет. Единственная программа о спорте номер один на радио. Дмитрий Дерунец, Нобеля Рустамян. 100% футбола. Спорт-ФМ с 5 до 7 вечера. Главная футбольная программа на радиостанции Спорт-ФМ. Вашему вниманию, как всегда, в традиционное время. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Он мой постоянный коллега и соведущий. Нобеля Рустамян в очередной отпуск отбыл. Ну и точнее, как всегда, у него отпуски связаны, безусловно, и с работой. Он уже в Тбилиси. Завтра мы будем получать всю эксклюзивную информацию о проведении Суперкубка Европы между Севильей и Барселоной. От Нобеля в прямом эфире всех программ нашей радиостанции. Но, конечно же, особенно 100% футбола. Тем не менее, в понедельник, как всегда, у нас здесь в студии Александр Бунов. Александр Викторович, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Ну что же, по традиции, называю, напоминаю, да, как вы можете с нами связаться. 5533 в начале слова «Спорт. СМС» портал. И, конечно же, «Спорт. ФМ» ВКонтакте. И страничка 100% футбола ВКонтакте тоже к вашим услугам, вашему вниманию. Много вопросов уже есть. И будем стараться на всех на них успеть ответить. Конечно, много и по ЦСКА, и по «Спартаку». Учитывая, что уже в пятницу игра «Спартак», «Спартак-ЦСКА» на открытии арене. И, кстати, сегодня, немножко проанонсируя наша традиционная игра, «Гладиаторы» будут в концовке нашей программы. И те, кто будет лучшим в программе «Гладиаторов» в этой нашей игре, в течение ближайших четырех дней, получат два билета именно на матч «Спартак-ЦСКА». Но здесь, конечно, прежде всего, внимание, наверное, спартаковских болельщиков, потому что будут, как всегда, вопросы на спартаковскую историю, на спартаковских футболистов. Но это ближе к концу нашей программы. В течение первого часа в концовке будем разыгрывать еще и два билета на матч «Динамо-Урал». Ну а сейчас же давайте уже переходить к тому, что случилось в минувшем туре. В целом, Александр Викторович, вот первые четыре тура и четыре победы в исполнении «Зенита» и «ЦСКА». Это такой приговор интриги уже? Нет, нет. Во-первых, у них совсем близко «Локомотив» и «Спартак». Вот. «Локомотив» может добирать очки и «Зенита», и «ЦСКА». И «Спартак», тем более ту игру, которую он сейчас демонстрирует. Еще там того, что «Спартак» и в «Кубках» вот из этой четверки не играет, то у него определенное преимущество в плане свежести было. Напомню, что и «Зенита», и «ЦСКА», и «Локомотив», это уже абсолютно точно. Все проведут минимум по шесть матчей осенью. «ЦСКА», даже если не пройдет «Спортинг», все равно попадет как минимум в группу Лиги Европы. Мы, конечно, о матчах еще конкретно поговорим, всех этих команд и других, которые состоялись к этой минуте, к этому дню в российской футбольной премьер-лиге. Напомню, сегодня два очень интересных матча еще. Рубин-Ростов, 18-0-0. Я думаю, что краем глаза будем следить, тем более Курбан-Бердеев. Его команда интересная строится. Ну и что будет? Наберет ли первые очки Казанский Рубин в нашем чемпионате? И в 20-15 краснодарское дерби «Краснодар-Кубань». Также очень и очень интересная игра. Давайте, наверное, начнем с матча, который был признан таким центральным, по крайней мере, телеканалом НТВ, да, и его показывали в прямом эфире. ЦСКА «Амкар» 13.30. Ну, в общем, игра, в которой интрига была достаточно быстро убита. Вот уже приходит вопрос на наш смс-портал. На ваш взгляд, ЦСКА играл с «Амкаром» в эконом-режиме или уже был какой-то недостаток сил после «Праги»? Да нет. С учетом того, что, мало того, что подарок на первых минутах в виде пенальти получили, да, а потом Тошич хорошо забил второй гол, хороший гол. Вот. А там они уже просто контролировали ситуацию. И ясное дело, от такой жаре не было смысла там включать максимальные скорости, максимальный ресурс, который у них есть. Потому что, правильно, надо было восстанавливаться. Впереди матч со «Спартаком», правильно? Вот, тем более, что его перенесли еще один день будет меньше для подготовки к «Спартаку», да? Вот. А потом матч со «Спортингом», поэтому у них сейчас их ждет тяжелая или очень. И с таким соперником, как «Амкар», который тем более дарит вот такие подарки вначале, совершенно правильная тактика была и в виде. Ну, вот так получилось, да, действительно, подарок в исполнении «Амкара» уже пенальти. Но и в целом ЦСКА выглядел на голову сильнее. Ну, вообще, команды первой восьмерки, они сильнее команды второй восьмерки. Вся специфика этого чемпионата заключается в том, что сейчас на дне турнирной таблицы оказались команды, которые из первой восьмерки. Вот. Поэтому они будут подниматься, естественно, и по игре, и по статусу по своему, да. А что делать тем, которые были во второй восьмерке и, в принципе, должны были бороться там за выживание, да, а сейчас оказались вверху. Естественно, им нужно как дальше уходить, потому что эти команды поднимутся сто процентов. И вот интрига сейчас вот в чемпионате в этом заключается. А чтобы уйти оттуда, вот снизу, там хочешь, не хочешь, нужно команды из первой восьмерки обыгрывать. На дороге Москвы переносимся. Два балла по оценке портала Яндекс.Пробки. Такой легкий понедельник пока что для автолюбителей, по крайней мере, по оценке наших друзей из Яндекс.Пробки. Дороги почти свободны. Крупнейшие пробки, где у нас есть в Москве, на улице Сайкина, на проспекте Андропова, от Третьего транспортного кольца до Нагатинского моста. На проспекте Мира, по традиции, от Маломосковской улицы до улицы до Кукина. На шоссе энтузиастов от улицы Некрасова до Советской улицы. Продолжается наш эфир. В студии Дмитрий Дерунец и Александр Бубнов. Как всегда, по понедельникам 17 до 19 начали наш обзор минувшего тура. Уходящего, скажем так, тура, потому что еще предостаточный матч будет сыгран на сегодня. Целых два с матча ЦСКА-Амкар. Кстати, да, вот тот жребий, который выпал. Многие считают, что спортинг – это единственный такой вариант для ЦСКА, проходимый в этих матчах стыковых. Насчет проходимости я бы поспорил, потому что обычно в это время мы могли и более сильные клубы пройти из-за того, что мы были на пике своей формы спортивной. Да, европейцы только начинали чемпионаты. Сейчас вот после того, как Гиннер добился, осенней весны, да, то сейчас никакого преебущества нет. Вот. И больше того, по большому счету, надо посмотреть, что из себя спортинг представляет. Но те, кто видели спортинг, знают тот же Киряков, да, он сказал, что ЦСКА будет очень сложно. С другой стороны, для ЦСКА, может быть, тяжелее играть с командами атлетическими, силовыми, такими, как немцы, например, да. Вот. А португальцы это все-таки больше, там, аргентинцев, бразильцев, там, африканцев, которые, ну, хотя африканские футболисты, они тоже достаточно атлетичные, да, но все-таки они склонны к импровизации, к такому, к техничному, комбинационному футболу и такого физического давления не оказывают. Они за счет игры, за счет паса, за счет индивидуальной техники стараются обыграть. В этом плане, может быть, для ЦСКА просто удобнее с ними будет играть, вот, но не факт, не факт, что это проходимая команда. Больше того, надо смотреть, как игра будет у ЦСКА, а есть определенное преимущество, потому что лучше начинать на выезде, а не, по-моему, на выезде. Да, конечно, из-за этого ЦСКА Спартак-то и перенесли. Да, и поэтому, поэтому, в общем-то, уже по первой игре можно будет судить, вот, о раскладе сил. С другой стороны, видишь, сейчас здесь в жару играют, там тоже жара будет, там прохладно будет. Ну, нет, ну, все-таки вечер будет, так или иначе. Напомню, Спортинг накануне начал сезон, суперкубок был, да, с Бенфикой. Выиграли со счетом 1-0 у Бенфики. Единственный мяч Гутеррес забил на 53-й минуте. Ну, вот, в общем, такой первый трофей есть уже у Жоржа Жезуша. Напомню, у Спортинга новый тренер, тренер, который доводил Бенфику до очень высоких целей. И чемпионом был, и кубок выигрывал, и в финал Лиги Европы выходил. Здесь еще и подтексты есть, потому что у Спортинга там лжок есть перед ЦСКА. Помнишь? Конечно. В финале Кубка Уэфа. И плюс, видишь, они хорошо начали, суперкубок выиграли. И это в моральном плане, в психологическом, они сейчас будут на подъеме. Поэтому ЦСКА, с учетом того, как они мучились со Спартой, Спортинг – это не Спарта. Ну, поглядим, конечно, как это все будет на самом деле, потому что, в общем, наверное, такой моральный фактор очень важен. В этих стыковых матчах большие же деньги на кону. Все-таки участие в групповом этапе и для Спортинга, и для ЦСКА – это жизненно важные деньги, от которых зависит развитие клуба. Ну, в любом, да, в любом случае, как мне кажется, вот в таких двухраундовых поединках редко, когда все решается в первом матче. Обычно все решается во втором матче. И даже очень часто счет 0-0, 0-0 на своем поле – это неплохой результат. Да, будем смотреть. Напомню, игра в следующий вторник, и мы еще успеем обсудить ее в следующий понедельник, соответственно, гораздо более уже на фоне игр Спартак-ЦСКА. Ну, кстати, вот многие говорят о переносе, да, мы уже многие свои мнения высказали. Спортинг тоже перенес свою игру на пятницу. То есть ЦСКА играет против Спартака. Практически допинг. Все 100% утро. Я – Александр Кузьмак. А я – Максим Трусов. Мы поднимем вам веки каждое утро на Спорт.ФМ. 100% футбола с Дмитрием Дерунцом. Продолжается наш эфир «100% футбола». У нас в гостях, как всегда, по понедельникам Александр Бубнов. Пишите свои смски. 5533 в начале «Слово спор» страничка «100% футбола» ВКонтакте. Коротко о тех матчах в футболе Национальной лиге, которая развивается в эти минуты. Сегодня уже «Байкал» обыграл «Волгарь» со счетом 3-2. В других встречах «Сибирь» – «Сокол» 1-2. Проигрывает «Новосибирцы» одни из лидеров. Два пенальти в их ворота были назначены. Томь Тосна 3-1. Наконец-таки команда, не помню, чего выигрывает. Тосна, напомню, только-только возглавил Дмитрий Парфенов. Ни много ни мало в недавнем прошлом защитник московского «Спартака». КамАЗ – лучшая энергия. Ничья 0-0, и Тюмень выигрывает у «Спартака» 2 со счетом 1-0. Там тоже реализованный пенальти. Александр Викторович, вернемся к ЦСКА. И вот той игре, которую армейцы продемонстрировали против «Амкара». Но есть ощущение, наверное, что и «Амкар», и первые соперники ЦСКА по чемпионату укрыли «Советов», «Рубин». Все-таки не того уровня. И Лига чемпионов это сразу показывает разницу очень высокую. Конечно, они ниже классом. И это сейчас команда даже первая российская восьмой. Поэтому в этом смысле у ЦСКА достаточно легкий календарь был. Это хорошо или плохо? Или вот как сейчас «Спарта» пришла, обухом по голове настучала и чуть бы не выбила армейцев на таком-то фоне? Хорошо в том смысле, что чемпионат, даже если ты форсировал подготовку, но там не так просто, потому что времени мало. Входить все-таки с соперниками, где тебе не надо на максимуме играть. Потому что если ты будешь играть на максимуме, потом у тебя, ты можешь провалиться, понимаешь? Вот, поэтому здесь, да, и для чемпионата лучше, конечно, начинать с командами, не фаворитами чемпионата, потому что здесь, помимо того, что ты можешь много сил положить, ты можешь еще очки потерять. А здесь, здесь как раз вот такой календарь, да, он способствовал тому, что сейчас ЦСКА в лидерах, это раз, да, фон нормальный психологический. Но с другой стороны, на «Спарту», на игру на «Спарту» это никак не влияло. Я тебе объясню, почему. Потому что ЦСКА команда опытная, она сыграна уже, да, вот. И, в общем-то, чем слабее соперник, тем она его должна на более экономном, правильно говорят, режиме проходить, особо не напрягаясь. Вот, а уже тогда со «Спартой» там выкладываться по своему максимуму на сегодняшний день, то, что есть. То, что, в принципе, так и произошло, да. Другое дело, другое дело, что там «Спарта» надела, особенно у себя дома, такое количество ошибок плюс судья. Мне кажется, «Спарта» очень авантюрно сыграла. Да, да, особенно когда 2-0 повела. Ну, там, знаешь как, они 2-0 повели, но они еще могли забить. Понимаешь? А если бы они третий забили, здесь их уже в авантюру другое дело, что с точки зрения тактики, когда они вот получили такое преимущество, да, здесь надо было тактически грамотнее сыграть. Но они, видимо, настолько, я бы, знаешь как, не столько авантюрно, сколько они переоценили свои силы. То есть они где-то ЦСКА, может быть, недооценили, да. Вот, что типа они вышли с ними не по счету играть, там 0-0 их, 1-1 устраивало. А они вышли их просто грохнуть и все, понимаешь? Вот, и такая верность. А когда не пошло, не пошло, да, когда вот они пропустили, и ситуация так переломилась, плюс еще судья помог чуть-чуть, понимаешь? И все, и перевернулось все с ног на голову. Но точно можно сказать, что ЦСКА преимущества никакого не имел в ответной игре и стоял на волоске от пропасти. Мы будем, конечно, говорить сегодня еще подробнее о Спартаке, об игре Спартака против Крылья Советов и о грядущем дерби. Вот сейчас у нас 30 секунд еще есть. Все готовятся уже к матчу Спартак-ЦСКА. Большое событие. Первый канал будет показывать, да, в пятницу. Ваш, на ваш взгляд, кто будет фаворитом в этом матче? Я думаю, в этом матче фаворита не будет. То есть реально... Фаворита не будет, да. Потому что то, что сейчас демонстрирует Спартак, вот, особенно группа атаки, вот, у ЦСКА вообще один нападающий. А здесь мало того, что они сейчас двумя нападающими играют, так у них еще и Зелуиш, который, может, выходит и обостряет игру, усиливает ее в атаке. Вот, средняя линия тоже ничем не уступает. Александр Иванович, продолжим, продолжим после небольшой паузы. По-прежнему достаточно свободно на дорогах Москвы. Два балла по оценке портала Яндекс.Пробки. Проспект Мира от Маломосковской улицы до улицы Докукино. Потеряете 22 минуты. Затруднение на улице Стромынка, на Преображенской улице, от Первой Боевской улицы до Преображенской площади. На Калужском шоссе, на улице Сайкино, на Просоюзной улице, от улицы Наметкино до улицы Бутлерова. Сто процентов футбола с Дмитрием Дерунцом. Мы продолжаем. Это «Сто процентов футбола». Сегодня у нас в гостях Александр Бубнов, как всегда, по понедельникам. Видим ваши вопросы. 5-5-3-3 в начале слова «Спорт», страничка «Ста процентов футбола ВКонтакте». Стараюсь потихоньку их задавать. У ЦСКА подборчик на август «Спарта», «Спортинг» и «Спартак». Сказали мы уже о том, что для армейцев, наверное, с точки зрения набора очков в чемпионате, и так и вышло, да? Втягивающий календарь, оказывается, пошел на пользу. В матчах «Спарты» включились, когда надо было. И вот теперь эмоционально и турнирно важнейший матч против «Спартака». Это вообще может повлиять на игру против «Спортинга» дальнейшую? Конечно, может. Если «Спартак» в состоянии ЦСКА очень прилично навозить, это раз. А если еще «Спартак» в состоянии выиграть у «Спартака», потому что «Спартака» никакого такого какого-то преимущества, вот что вот сейчас, вот мне говорят, поэтому я тебе говорю, что фаворитов нет этих, а сейчас спросят, и по большому счету 50 на 50. Ну вот тут многие наши пишут, болельщики, что вы угадали, и то, что «Спартак» обыграет «Крылья Советов», и даже счет по сути. Я и по «Краснодару» тоже сказал. Да, и «Краснодар» мы помним, само собой, да. Вот, и обратите внимание, когда вы, вспомнишь, когда «Спартак», который подят игры на нон сыграл в «Абару»? Год назад такого не было. И близко. А сейчас они сыграли, причем соперник, соперники все сильнее, ну, «Крылья» не сильнее, конечно, «Краснодара», но «Крылья», по сравнению с той игрой, которую они демонстрировали, когда вот играли с «Акрасом Каром», они сильнее сыграли. Вот, и тем не менее «Спартак» достаточно уверенно, и тоже, я считаю, не на максимуме своих возможностей, да, взял вот сейчас вот три очка в Куйбышеве. Причем, я тебе скажу, там командочки будут терять очки с «Крыльями», потому что они тоже, там и тренер такой грамотный, и они будут прибавлять, плюс там нужно кое-какие проблемы решить, о которых он говорил, да, и там не так просто будет играть в «Самаре». Ну, то есть, если вы сейчас, вот вы действительно с прогнозами угадали, Дарбит всегда особая история, конечно, но вы прогноз не решили сделать, да, какой-то сейчас? Нет, ну, по большому счету, сейчас на ничью надо ставить, потому что вот если объективно брать, преимущества ни у той, ни у другой команды нет. Вот, да, и я тебе говорю, и по линиям, если смотри, да, и по последним результатам, и по динамике, понимаешь, вот, потому что сколько ЦСКА пропустил у мячей? Ноль. Ноль, да, но в двух матчах со «Спарта» четыре, правильно. «Спартак» сейчас… Два. Да. «Спартак» сейчас не слабее… Нет, «Спартак» сейчас не слабее «Спарты». Вот если брать игры, мы же игры видели по играм. Больше того, я тебе скажу, он даже в обороне более организованный, чем «Спарта». Продолжим обсуждать наш чемпионат и дерби «Спартак» ЦСКА уже после новостей. Реклама Постоянно посуды немытые шастают туда-сюда. Ну, маму! Не мамкой! Все, хватит, уезжаем в Некрасовку. Жилой комплекс «Некрасовка» – это просторные квартиры с отделкой от 4 миллионов 200 тысяч рублей рядом с метро. Покупай и заселяйся. 495-151-1330. Сайт жк-некрасовка.рф 3-6 сентября. Гольф-клуб «Сколково». МТОМ «Рашин Оупен-2015». Российский этап европейского тура. Участвуют профессионалы гольфа со всего мира и лучшие российские спортсмены. Призовой фонд – 1 миллион евро. Вход бесплатный. Подробности на тройную W RussianEvroTour.ru. Ноль плюс. Окей, бизнес-кар, как выгодно купить «Тойота Лэнд Крузер 200»? До 31 августа «Тойота Лэнд Крузер 200» с выгодой от 380 тысяч рублей, а также выгода 100 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Только в «Тойота Центр Лосиный остров», Витца, Рублевский, Левобережный, Серебряный Бор и Каширский. Звоните 495-151-91-61. 151-91-61. Предложение ограничено. Выгода не распространяется на автомобиле в комплектациях «Элеганс» и «Элеганс Плюс». Подробности на сайте toyotavc.ru. Организатор ООО «Тойота Мотор». Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. Ритмы спорта на «Спорт.ФМ». Суперболл 1997. Выступление в перерыве. Зизи Топ. Ритмы спорта на «Спорт.ФМ». Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только образование в области науки и искусства, но и занятия всю жизнь физическими упражнениями. Сто процентов футбола с Дмитрием Дерунцом на «Спорт.ФМ». Продолжается наш эфир. Это «Сто процентов футбола». Как всегда, по понедельникам у нас в гостях Александр Бубнов. В следующей четверти часа поговорим о московском «Динамо». И в частности, разыграем два билета на следующую домашнюю игру. Москвичей против Урала в воскресенье она состоится. Так что будьте внимательны. Задам вопрос о связанной, скажем так, и с нашим сегодняшним гостем, и с историей московского «Динамо». Ну и кто ответит верно, особенно надо будет смс-ку написать, тот и получит два билета от «Спорт.ФМ» футбольного клуба «Динамо Москва». Ну а билеты на «Спартак.ЦСК». Ну и прежде всего, внимание, спартаковских болельщиков уже в концовке нашей программы в следующем часе. Пока же продолжаем говорить о «ЦСК-Спартак», о матче «ЦСК». Мы поговорили, наверное, он дал некую картину, некую почву для размышления, но едва ли все-таки большую «Спартак» — это должен быть гораздо больший тест для «ЦСК». На ваш взгляд, как может измениться игра «ЦСК», вот игра «ЦСК» вообще может измениться? Или, как сейчас модно говорить, наши комментаторы говорят посреди ночи, разбуди, и состав «ЦСК» будет один и тот же? Нет, из-за того, что у них маневра состава никакого нет, есть модель игры, по которой они играют, и модель игры, особенность этой модели игры заключается в том, что там Муса единственный форвард играет, и которого используют вот эти скоростные рывки его, и достаточно эффективно, и особенно это проходит с командами высокого уровня, да? Но, с другой стороны, он себя сейчас проявил и со «Спартак» тоже хорошо, но и на чемпионате мира он себя хорошо проявлял, поэтому, несмотря на то, что это бывший полузащитник, да, такого атакующего, учетом того, что у него сумасшедшая скорость, да, то ему нужно уделять очень серьезное внимание. «ЦСК» выйдет в таком же составе? Да. А в каком он составе? То есть максимум это могут быть изменения в центре обороны, которые, да? Да, в центре обороны, но может быть, по каким-то причинам, может быть еще и изменения в средней линии. Вот. А... Например? Замены... А? Например, какая? Мало ли, что, там, травму получить, там, все что угодно. Нет, но если нет, но если нет... Если все нормально, то вот тот состав, который есть, он для них на сегодняшний день оптимальный. Другое дело, если вот травму получит Муса или что-нибудь с ним произойдет, да, кто у них будет в атаке играть, понимаешь? Швед вот этот молодой, ну, он видишь, сейчас ему много авансов выдали, но он сейчас в состав не попадает. Ну, вот, и потом, знаешь как, вот у Спартака, например, да, когда два форварда играют против двух форвардов, тяжелее в защите организоваться, да? Так. Вот. А когда один форвард играет, он один, и ему, защитникам, проще, проще закрыть его, скажем так, да? Ты обратил внимание, вот Спартак какие голы забивал, да, там как раз форварды между собой взаимодействовали в двух последних играх, причем здорово в касании, и забивали. Плюс им плеймикеры помогали, да? Вот. А здесь, когда один Муса, да, тем более сейчас Спартак, не случайно, видишь, стал опробовать модель игры, схему игры с тремя защитниками, да? Это как раз вот связано с тем, что самая опасная зона у Спартака и проблемный этот центр был, да? Они его закрывают, плюс еще есть опорный полузащитник. И как раз по ЦСКА, чтобы вот там в этих сетях Мусу, как говорится, поймать, да? Вот. А ЦСКА, ЦСКА будет вот, например, в обороне значительно сложнее справляться с группой Атаки Спартака. Вот вы, защитник, и уже, может быть, сравнивали, да? Играл и Игнашевич с одним из братьев, и братьев вдвоем. Сейчас, на данный момент, для ЦСКА, на ваш взгляд, какая оптимальная пара защитников? Ну, ясное дело, что... Или разница невелика? Ну, там, знаешь, разница в чем? Разница в том, что Игнашевич с Березуцким, с Василием, они очень долго играют. То есть они сыграны там, несмотря на то, что это братья, да, там, Березуцкий, казалось бы, они там, они должны друг друга хорошо понимать, но они, может быть, хорошо в жизни понимают. А чтобы на поле хорошо понимать, нужна постоянная игровая практика. У Алексея такой нету практики, да? Ну, правда, правда, вот то, что мы видели, да, он не только может Березуцкого заменить, он может и Василия заменить. Другое дело, другое дело, он крайнего еще защитника играл. Он, конечно, не крайний защитник по тем требованиям, которым крайнему защитнику сейчас предъявляется. Но все-таки, все-таки оптимальная, оптимальная связка это Игнашевич, Игнашевич Березуцкий, Василий. И не случайно они вот в последней игре не вернулись к этому. Почему Игнашевич не играл? Ну, он, во-первых, там болел, там еще какие-то у него проблемы были, наверное, с этим связано. А так вот, если брать, вот, ну, оборона, она вообще должна быть стабильной. Чем стабильнее оборона, чем они больше в одном составе играют, тем они меньше допускают ошибок и лучше взаимодействуют между собой. Когда идет постоянная ротация в обороне, это плохо. Вот, поэтому, вот, в последнее время у них оборона, вот, во всяком случае, с начала этого сезона на Бабкин, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий. Вот, и как бы они не ошибались, какие бы они там ошибки не допускали, но для них на сегодняшний день это все-таки оптимальный вариант. Ну что же, говорим о дерби ЦСКА «Спартак». Продолжим после небольшой паузы. Сейчас на дороге Москвы, дело уже к шести часам вечера, но только три балла по оценке портала Яндекс.Пробки местами. Затруднение крупнейшей из пробок на проспекте Мира, от Маломосковской улицы до улицы Докукина. А также тяжело на Большой Никитской, от Новинского бульвара до Моховой улицы, на улице Стромынка, на Мясницкой улице от Садово-Спасской до Лубянской площади. И на Ярославском шоссе, от Олимпийского проспекта до Болшевского шоссе. Продолжаем наш эфир. Давайте обратим внимание на мнение букмекеров. Сегодня два матча в российском чемпионате. Посмотрим, как о них думают и что о них думают эксперты Винлайны. Итак, Рубин Ростов стартует буквально через 20 минут эта игра. Будем за первым таймом вместе с Александром Викторовичем следить. Эксперты Винлайна считают, что Рубин фаворит в этом матче. Несмотря на 0 очков и 0 забитых мячей, 2.19 коэффициент на Казанцев. На Ростов, на команду Курбана Бердеева 3.59. И на ничью достаточно высокий коэффициент 3.17. Ну и что касается других контор. Вот, например, Бет-365 считает тоже Рубин фаворитом. 2.15 на Рубин, 3.30 на ничью и 3.40 меньше на Ростов. Ну а мы наш эфир продолжаем. Мы продолжаем готовиться к дерби Спартак ЦСКА. Здесь много вопросов на нашем смс-портале. Вот, Павел, интересуется, доводилось ли вам играть против тренера Факела Павла Гусева, который был капитаном ростовского СКА, выигрышего в финале Кубка 81-го года у Спартака. Ну, вы понимаете, в финале Кубка 81-го в Спартаке еще не было Александра Бубева. Да, я против Гусева не играл, но я его знаю как футболиста. Вот, это хороший был учитель, хорошего уровня по тем, по советским временам. Тогда в сборную он никогда не играл, но тогда конкуренция в Советском Союзе такая была, что там даже очень сильные игроки по тем временам, да, не все попадали в сборную команду. Да, ну и напомню, что Факел сегодня играется в очередной матч в 19.00 против Енисея, и завтра в рамках 100% футбола мы по традиции подведем итоги этого тура. Футболе Национальной Лиги отмечу, что очередной веселый матч получается в Томске, где Тойм Тосна 3-2. Вот так вот играют команды на данную минуту. Вернемся к ЦСКА. Набабкин и Лещенников. Ну, сейчас предпочтение Набабкину отдают, потому что Набабкин более атлетичный, на мой взгляд. Хотя у Щенникова, у Щенникова скорость выше, конечно. Но он вот в последнее время, он остановился в росте и не прогрессирует. А они сейчас, вот сейчас, если обратил внимание, они сейчас стали практиковать, и очень сильно раньше, раньше только Фернандес шел по флангам в атаку, да, и мы на это обращали внимание, что в этом плане немножко так, а однобокой была. Вот, ее легче было закрыть. А сейчас, когда Инабабкин идет, и он и голевые передачи отдает, и участвует, и сам угрожает воротам. Причем как справа, так слева. Фернандес, и у них такая еще интересная, такая закономерность, она прослеживается, что Хавы концентрируются в середине поля, а вот бровки освобождают, они идут, идут и очень смело, и им длинными передачами туда забрасывают, и они обоставят. Особенно это видно на Фернандесе, но и Набабкин тоже участвует. Видимо, это устраивает, а чтобы вот так вот играть, это нужно быть физически мощным, атлетичным игроком. И вот здесь, мне кажется, Набабкин вообще никого выиграет. Плюс, я думаю, Набабкин еще и в игре в обороне выиграет. Белху, Белху и в жесткости, и все, и поэтому ему отдают предпочтение еще. Прошлый матч на открытии арены, который ЦСКА выиграл с большим преимуществом, 4-0, стал таким хорошим матчем для Еременко, да, и Романа Еременко. Но вообще он сильный сезон провел, пока он, конечно, в синем этом сезоне находится. На ваш взгляд, насколько для него вот этот шанс, этот дерби выйти из тени? Ну, он не в тени находится, потому что он признанный лидер ЦСКА, да, и через него строится игра ЦСКА, и он большое влияние на игру оказывает, это видно. Вот, поэтому здесь не столько из тени выйти, а максимально себя проявить, потому что если он играет на своем максимуме, да, то и ЦСКА увереннее себя чувствует, и, ну, проблем для соперника создается достаточно. Вот, когда он в игру не попадает или же играет не на своем уровне, да, то тогда от этого и ЦСКА... Под каким номером Александр Викторович играл в составе московского «Динамо»? Под каким номером Александр Бубнов играл в составе московского «Динамо»? 16-й правильный ответ на нашем СМС-портале 5533 в начале слова «Спорт» принесет вам два билета. 16-й по очереди, 16 августа эта игра состоится, поэтому такое число пишите. 5533 в начале слова «Спорт» и, соответственно, сразу же я скажу, кто же выиграл эти два билета на матч «Динамо-Урал», который состоится вечером 16 августа в Химках. Под каким номером играл Александр Бубнов в составе московского «Динамо»? Давайте к игре «Динамо», Александр Викторович. Первая победа, ну, уже 150 раз Кобелев сказал, какая важная, какая нужная. Ну, вот, много ли логики в этой победе для «Динамо»? И показалось ли вам, что Вальбуйне играл, как будто действительно это его такая последняя гастроль в России? Нет, Вальбуйна все время так играет. Играет, и это самый стабильный игрок «Динамо». Даже вот по тем показателям, по технико-тактическим действиям, которым я расшифровал, да, даже вот в прошедшей игре, когда они с «Локомотивом» сыграли в ничью, да, вот, у него самые высокие показатели. У него 130 технико-тактических действий, правда, процент брака был высокий. Вот, но тем не менее он голевую передачу сделал, да, а здесь две голевые передачи и стандарт пенальти, вот и все. Вот весь Вальбуйна, и вот чем он вообще, конечно, поражает, во-первых, он уже и в возрасте, да, вот, его все время бьют, да. Ну ладно уж, 30 лет, ну что, прям уж в возрасте, ну, 30, 30. Не, ну все равно для Хавбека, с учетом того, что ты не забываешь, он на чемпионате один из лучших в составе сборной Франции был, приехал с чемпионата мира и без отдыха, без ничего. Не, ну и зимой отдых был, сейчас был отдых. Но все равно, и самое главное, понимаешь, в отличие от других динамовцев, он все время стабильно играет, на своем стабильном уровне. Может что-то не получаться, что-то не получается, но объем технико-тактических действий, он всегда выдает большой, понимаешь. Вот, и поэтому вот это профессиональное отношение, казалось бы, последняя игра, да. Если так будет, да. Да, тем более там играют, там можно было и травму получить, и все, все что угодно, как это преподносится. Хотя Кобелев сказал, что типа там слухи распускают, ничего такого нет, и типа те, кто распускает слухи, они плохо действуют на команду в моральном плане. Но сам факт, они же не скрывают, что с Леоном ведутся переговоры, все. И человек выходит, потому что он как раз вот через эту игру, если он с Леоном договаривается, он и готовится для того, чтобы в составе Леона играть, чтобы видели, какой товар берут, правильно? И поэтому, не будь вальбу и на, не будь вальбу и на, да, то Динамо могло спокойно и сгореть. Потому что здесь при всем при том учти, что когда второй гол Губачан забивал, там ошибся судья, потому что там толчок был, там было нарушение. Не знаю, я не соглашусь, мне кажется, руки он не поднимал, он очень грамотно поставил корпус все-таки. Он его, а? Он, мне кажется, Губачан очень грамотно корпус поставил там, и этот решил немножко симулировать, так вот отскочив от него, так показно. Но так показалось, да. Но там нужно внимательно смотреть. Вот. Но в любом, в любом случае, два стандарта он исполнял, правильно? Конечно. Вот. И поэтому здесь там Семин по поводу пенальти еще там высказывал сомнения. Но, на мой взгляд, пенальти было. А что касается красной карточки, да, то там фула последней надежды не было на Жиркове. На Ионове. А? И на Ионове, Ионов падал. Не, он до этого говорил, что там, этот, типа красную карточку и Жиркова должны были дать. А, ну так там у лицевой линии же, да. Да, да. Но там и, во-первых, у лицевой линии, а во-вторых, там уже защитник шел на подстаховку, там фула последней надежды не было. Вот. Но Динамо, Динамо молодцы, несмотря на то, что, ну, Анжи, Анжи неплохую игру продемонстрировал. Два раза в счете вела, да. Ну, допустили, конечно, такие две грубейшие ошибки. Вот на стандартах в элементарной ситуации. Причем, я согласен, что Анжи в более сложных ситуациях играла надежнее в обороне, да, чем при стандартах. Вот. В этом смысле при стандарте все ясно. Там нужно только внимание, да. Они допускали такие ошибки. И плюс, вот, конечно, несогласованность центрального защитника и вратаря, да, когда вот он выходил, там можно было более надежно сыграть, вот когда второй гон забивался, да, и вратарь потерял ворота. Если ты выходишь, то ты должен играть, вот. А не оказывается, что ты не сыграл в полупозиции, а оказывается тебе головой, там чуть ли не за штрафной площадкой головой, по-моему, забивают. На дорогах Москвы сейчас достаточно нормальный, ситуация. Три балла по оценке портала Яндекс.Пробки. Местами затруднения. По-прежнему длиннейшие из них на проспекте Мира от Маломосковской улицы до улицы до Кукина. На Волгоградском проспекте непросто от моста через железную дорогу до Люблинской улицы. На Флотской улице от Ленинградского шоссе до улицы Лавочкина. На Каширском шоссе от проспекта Андропова до Каспийской улицы тоже есть затруднения. Продолжается наш эфир. Напомню, мы разыгрываем два билета на матч Динамо-Урал. Кто, соответственно, шестнадцатым назовет правильный ответ, под каким же номером Александр Бубнов играл в составе московского Динамо, есть уже и верные, и неправильные ответы. Продолжайте писать 5-5-3-3 в начале слова «Спорт», и вы можете получить два билета на матч Динамо-Урал, который состоится в воскресенье на арене Химки. Через несколько минут Рубин Ростов, и в начале следующего часа об этой игре тоже поговорим внимательно. Ну, а вот в продолжение динамской темы. Если в Львуина уходит, ну, это же просто новую команду надо, по сути, новый принцип игры в атаке делать. Ну, там здесь, может быть, даже и не в принципах игры в атаке, сколько он был полезен при стандартах. Ты посмотри, сколько они, сколько он подавал, и сколько со стандартных положений. Плюс он и сам и забивал, и в штанги попадал, и все. Представляешь, какая опасность? Любой стандарт, особенно когда Самбо с Дугласом было, это как пенальти все равно, там паника начиналась у соперника. Вот, а там же помимо Самбо и Дугласа, там еще были игроки, которые головой неплохо играли. И сейчас уже такого человека нету, как нету там и Самбат, хотя он и сейчас не подписал Дуглас, сейчас пока не играет, да. То есть там вообще сейчас заново новая команда будет строиться. И если, как говорится, в тактике, может быть, они и не потеряют, хотя я еще раз говорил, он сумасшедшее влияние оказывал в том смысле, что, во-первых, он очень здорово мяч держал, регулировал темп, задерживал этот мяч, вот, создавал моменты помимо вот этих стандартов, да. И сейчас, когда его не станет, это, конечно, очень большая потеря. И на сегодняшний день, по большому счету, его заменить неким. Ну, с кем можно, ну, такой, ну, наверное, только активнейшей игрой на флангах тогда заменять. Не, ну, Кобелев, Кобелев, это не Черчесов, который в основном акценты на фланге делал, да, он более такая, у него более разнообразная игра. Но сейчас ему по-любому придется представиться, плюс там еще сейчас неизвестно, что с Кокориным будет, там уже говорят, он чуть ли не в зените, да. Но, возвращаясь вот к этому матчу, к Анжи, да, они, это матч ошибок был, причем ошибок грубейших, что той или другой команды. Динамо-то вообще два гола первых, Дьяков привез и Жирков, а вообще с ничего, мяч у них был, они его теряют в своей штрафной, ну, около, один штрафной, другой перед штрафной, причем в таких, в безобидных ситуациях, где надо было просто надежно сыграть, они что-то стали выдумывать, и привезли себе два гола. И, несмотря на это, они все-таки, видишь, собрались и смогли переломить ход игры, и как раз вот таким явным лидером, который вел за собой команду, и который, в общем-то, большой в класс внес в ее победу, это был Вальгу Ина. Продолжайте вы писать нам сообщение, наш смс-портал, отвечая на вопрос, под каким же номером Александр Бубнов играл в составе московского «Динамо». Честно говоря, я удивлен количеству неправильных ответов, потому что сейчас реально неправильных больше, чем правильных, поэтому мы даже еще 16 правильных не набрали, хотя смс-ок огромное количество. Продолжайте писать 5533 в начале слова «Спорт» и получите билеты на «Динамо» Урал. Александр Викторович, мы продолжаем эфир. Ну вот Анжи, здесь, конечно, речь, наверное, можно вести о невезении, но при этом несогласованность продолжается огромная, да, между защитниками и вратарями. Кошмар при стандартных положениях, действительно, здесь не только плюсы «Динамо», но и минусы Анжи вылезают. Да, да. Я вот сейчас внимательнее от начала до конца их посмотрел, потому что нужно внимательно смотреть, чтобы дать оценки. Одно дело, когда смотришь там отдельными эпизодами и там отрывками, даже там, когда смотришь, вот СССР смотрели, вроде там в атаке здорово выглядели, там столько должны были забить, не забивали, не должны были проиграть, да. Но сейчас все-таки они в большей степени на кондоатаках играли, да, а сейчас вот когда они вышли из «Динамо», стали играть первым номером, то там такие проблемы в обороне, да, просто каш. Плюс еще капитан команды, центральный защитник, Али Гаджимбеков, да, по-моему, красную карточку получил. Там у него еще и желтая была. И там сейчас очень большие проблемы, в первую очередь в обороне. И вот из-за этих проблем, из-за того, что они очень много пропускают, они сейчас находятся внизу. Ну вот сейчас четыре матча позади, ноль очков, уже не три, не два, уже четыре, уже много. Уже давление-то на Юрия Семина, я думаю, что оказывается такое. А ты видел после игры, какой он растерянный был? Я первый раз Семина, я его много раз видел после поражения, но первый раз я видел, когда он просто растерянный был. А вот, и с учетом сейчас того, что они, представляешь, из четырех игр, три игры дома играли, и все три сгорели. Представляешь? А сейчас ехать на выезд играть. И, естественно, Семин уже завис, и там команда дергаться стала. Продолжим обсуждение и матча Динамо-Анжи, и в начале следующего часа прежде всего поговорим о встрече Рубин-Ростов. Стартовый состав вам назовем, и прогноз от Александра Бубнова на эту игру интереснейшую. Первый в понедельник, уже после небольшой паузы в следующем часе. 22 ночи 17 градусов, завтра, во вторник, 11 августа, плюс 25. Спонсор рубрики ЗАО МПК. Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. «Спорт-ФМ» представляет единственная программа о спорте номер один на радио. Дмитрий Дерунец, 100% футбола. «Спорт-ФМ» с пяти до семи вечера. Продолжается наш эфир в студии, как всегда, по понедельникам Александр Бубнов. Напомню, наш вопрос вам первый. Разыгрываем мы им билеты на матч «Динамо-Урал». Под каким номером Александр Бубнов играл в составе «Московского Динамо» долгое время? Вот я сейчас при вас посчитаю верные ответы. Напомню, 16-й правильный ответ станет для вас победным. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пока правильных ответов огромное количество неправильных. И даже некоторые заявляют, что выиграли под пятнадцатым номером. Сейчас вот, сатры. Сейчас Рубин мог второй гол пропустить. Да, но давайте сначала скажем, что Рубин и Ростов начали, и Ростов уже выигрывает со счетом 1-0. И не праздновал этот гол Александр Бухаров. Больше того, сейчас Ростов, да, второй. По-моему, тоже Бухаров могли второй забить. Я по составу посмотрел. Ты знаешь, по составу, то, что сейчас они выставили, да, уже по составу было видно, что Ростов, Ростов поопытнее, плюс там есть люди, которые играли в Рубине и приехали с такими, помимо Бердыева еще, я Бердыева не беру, вот, с реваншистскими такими амбициями, так скажем, да. Ну, давайте составу быстро назовем. Сослан Жанай в воротах у Ростова, Тимофей Маргасов, Иван Новосельцев, Баштуш, Сесарнава, защита, Павел Могилевец, Тимофей Калачев, Александр Гацкан, Муса Думбия, Гойлар Канга, это полузащита, и Александр Бухаров в нападении, то есть... Средняя линия, да, средняя линия очень мощная, плюс Бухаров, который вот уже забил, и еще момент. И момент еще у Ростова сейчас, у них-то один на один, но это, конечно, ужасное действие Бухарова. Передача где? Неправильное решение. Или передача, или бей в дальний угол, с такой позиции можно было сильным ударом бить в дальний угол. Ну, там вот сейчас проблем, плюс вот здесь вот судья, конечно, пропустил, там Бухаров пробегал, может быть, и не специально, смотри, но он его зацепил заново, он упал, просто так бы он не упал, здесь судья пропустили. Да, состав Рубины, Сергей Рыжиков в воротах, Соломон Кверквели, Гильермо Кутуни, Маурисио Лемос, Руслан Камболов, Благой Георгиев, Гиг Денис Карадениц, Магомед Аздоев, Дениар Белелединов, Рамиль Шейдаев с первых минут играет, арендован у Зенита, и Максим Канунников рядом с ним в подыгрыше. Ну, состав у них неплохой, но он, во-первых, не так сыгран, вот, как у Ростова, и плюс он, вот на то, что я обращал внимание, у Ростова он более опытный, более опытный состав, и ко всему еще Бердеев хорошо знает игроков Рубина, практически всех, да, которые там есть вот сейчас в статном составе, и отсутствует еще капитан команды, который Кузьмин, красную карточку получал, а он все-таки как-никак капитан команды, и мало того, что он в обороне играет надежно, достаточно надежно, и цементирует ее, так он и забивает в последних играх, вот сейчас в Еврокубках он уже забил гол и активно всегда участвовал в атаке, его сейчас тоже нет, и это тоже потеря большая. А что касается по номерам, ты говоришь, да, ты там называешь 15-й номер, да? Ну, пока не говорите еще свой номер, пока не говорите, еще победителей нет, пока еще 4 правильных ответа нам нужно до победителей. Ну, что касается 15-го, я тебе расскажу, дело в том, что вопрос там был задан, под каким номером я в основном играл, да? В основном, конечно, да? Да, ну, то есть, все-таки я 9 лет в московском «Динамо» был, да, вот, а вот 15-й номер, который назвали, я играл под ним, но я очень мало играл, когда я только пришел, я первый год под ним играл, а потом я уже под другим номером. Вот, так что вы в чем-то правы, но все-таки действительно, если я скорректирую вопрос, в основном играл, и чаще всего именно этот номер был на спине у Александра Бубнова, называйте, называйте вы, получите два билета на матч «Динамо-Урал-Химках». Причем, я потом скажу, я этот номер не случайно выбрал, вот, и я не буду подсказывать, да, потому что если я сейчас скажу, какие мотивы у меня были, то сразу угадаю. Минута у нас еще до паузы. Александр Кокорин, мы с вами в июне говорили о продаже его в «Зенит», да, и вот пошли эти слухи. Ну вот, да, да. «Зенит» отдает Шейдаева, продает Рандона, ну что, нужен нападающий? Ну, естественно, и потом, во-первых, российский нападающий должен, именитый, и во-вторых, вот это не случайно заявление Кокорина было, когда вот этот, пошли вот эти, кризисная ситуация в «Динамо», да, он такую вещь заявил, меня он немножко поразил даже. Он говорит, меня не устраивает команда, в которой неизвестно, какие цели она ставит и какие задачи она будет решать, да. Ну, так как Кокорин играл, так как Кокорин играл, по-моему, ему все равно, какие задачи она решала с той зарплатой, которая у него была. Но если он перейдет в «Зенит», естественно, там от него потребует совершенно другую игру, и для этого у него все есть, вот, но так как он играл в «Динамо», так вольготно, скажем так, там такого не будет, там все жестко будет. Ну что же, на дороге Москвы переносимся, пока по-прежнему три балла всего лишь по оценке портала «Яндекс.Пробки», свободный такой нормальный понедельник, давайте о ситуации на Кольцах, на Бульварном, на внутренней стороне пробка от улицы Нового Арбата до Большой Никитской, в Причистинской набережной до площади Причистинской и ворота на внешней стороне, от Казарменного переулка до улицы Покровка, на Садовом кольце, не просто, разве что от Верхней Сыромятнической улицы до площади Курского вокзала. Продолжается наш эфир, это «Сто процентов футбола», как всегда по понедельникам у нас в гостях Александр Бубнов. Ну вот еще, так, подытоживая тему Кокорина, да, ему нужен новый вызов, ему нужны другие условия, ему лучше уходить в «Зенит»? Но если со спортивной точки зрения, братья, с учетом вот той ситуации с лимитом, которая сейчас есть, то лучше уходить в «Зенит», потому что там конкуренция будет высокая. Вот. И рядом партнеры будут тоже, в целом, если взять, более высокого уровня, чем в московском «Динамо». Ну и задачи, конечно, там максимальные ставятся. Вот. И это и для сборной будет хорошо, если он все время будет играть в основном составе. Потому что все-таки у Кокорина есть один недостаток такой серьезный – он очень подвержен травмам. Вот сколько я за ним наблюдаю, причем травмы у него такие достаточно серьезные, он много пропускает из-за них. Вот. А так, в целом, потенциал большой. Потом учти, там еще Кокорин, потом вот в «Динамо» сейчас вот такие процессы происходят. Там Илонов тоже питерские, тоже себя неплохо проявляют, причем давно уже. Поэтому там «Зенит» может поработать хорошо на трансферном рынке здесь, российском, да? Вот. А с учетом ситуации, ситуации в московском «Динамо», почему нет? И подобрать неплохих игроков. Ну что же, есть у нас победитель, обладатель будущих двух билетов на матч «Динамо-Урал». Это наш слушатель из Москвы. Именно он стал шестнадцатым, кто правильно назвал номер, под которым чаще всего играл в составе московского «Динамо» Александр Бубнов. Это номер пять. Ну и расскажите, почему? Ну, номер пять. Я с детских лет еще, когда в юношеских командах играл, мне бикингбол нравился, как он играл. Вот. И поэтому я и выдал для себя пятый номер. Я под пятым номером играл и в юношеских командах, а потом и, ну, когда я в московский «Динамо» пришел, там пятый номер занят был, потому что я молодым, 17 лет был, поэтому мне пятнадцатый достался. А потом я уже сам взял и мне отдали. И то же самое было в московском «Спартаке». 13.35. Вот такие последние цифры вашего телефона. Поздравляем с вами свяжется и обязательно передадим эти билеты на матч «Динамо-Урал». Напомню, для спартакских болельщиков у нас розыгрыш через полчаса в заключительной четверти. Традиционная наша игра уже «Гладиаторы». Ну и, наверное, будем потихоньку переходить и к другим матчам. Вот «Зенит». Да, уже затронули потихоньку немножко мы тему «Зенита». Игра против «Уфы». Это показательный матч вообще? Или здесь же «Уфа» была на таком высоком подъеме от все-таки первого матча на новом стадионе, заполненные трибуны, и такое серьезное сопротивление оказало? Или «Зенит», может быть, уже чуть-чуть не очень напрягается? «Уфа» вообще всем серьезное сопротивление оказывает, потому что там такой тренер, который с юношеской сборной приехал на чемпионаты Европы. И там они по «Утсайдерах» были, они взяли чемпионат Европы. Вот. Поэтому там, помимо всего прочего, еще команду могут и настроить. Помимо всего прочего, я что имею в виду? Потому что Колыванов-то, он в футболе разбирается, играл на очень высоком уровне. В Италии играл, в сборной играл. Вот. И плюс ко всему еще команду может настроить хорошо. Вот. И поэтому они не случайно так и со «Спартаком» сыграли. Вот. Да и «Зениту» тоже нелегко было, да. Они буквально в конце вырвали. Но дело в том, что у «Зенита» очень много моментов было, особенно во втором тайме. Они просто не реализовали. В конце там подряд 3-4 момента, и в конце концов они добили. То есть там уже, может быть, где-то силы, концентрация у них, как они говорят. Но концентрация – это, в первую очередь, внимание. Вот. Не хватило. А так, в общем-то, с Уфой всем тяжело играть. Без «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. Меня зовут Роман Мазуров, а я – Игорь Рязанцев. Все запоминают, а боксеры записывают. Слушайте программу «Двойной удар» на «Спорт.ФМ». Теперь два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, после десяти вечера. Сто процентов футбола с Дмитрием Дерунцом. Продолжаем наш эфир. Как всегда, по понедельникам с нами Александр Бубнов. Следим за игрой «Рубин Ростов» 0-1. 0-1. Казанцы вновь проигрывают по ходу этого матча. Бухаров пока единственный мяч забил. Александр Викторович, по поводу сборной, да, не могу, естественно, не спросить. Вот состав помощников Слуцкого вам нравится? Интересно? Вот Балахнин. В общем, известный наш специалист, но он достаточно неожиданно всплыл в качестве тренера сборной теперь. Да, вот здесь по Балахнину, да, чья это инициатива, и кто вообще там определяет тренерский штаб. Ну, скажи, что Слуцкий сам захотел. Кто Слуцкого сделал тренером сборной? Давай, раз уж так пошло, давай вернемся к этому вопросу, к серьезному. Он серьезнее даже, чем вот эти матчи сейчас тура, да, но как можно, как можно назначать тренера, да, тренера, не обсуждая кандидатуру на исполкоме, когда президента нет, кто, когда... Александр Викторович, ну, надо же сейчас его назначить, потому что кто играет, кто руководит-то будет. А, да, да. Президент-то будет за два дня до матча со Шведой, со Швецией. А что, помощника не было у Капелла? Кто помощник был? Ну, ушли-то все вместе сразу. Нет, почему? Ну, имеется в виду, Семак вообще не... Семак, да, да. И почему не Семак, главное, ты не Расулцкий? Так решил Мутко. Так он решил Мутко, правильно. А какой Мутко он имеет отношение сейчас к сборной? Он еще не президент. Не президент. Да, и исполком должен обсуждать кандидатуру и утверждать, да? А он ее обсуждает, Мутко обсуждает с Гиннером, да, кандидатуру, вот. И они ставят, причем Сулцкий говорит, я ничего не знаю. Помнишь, он за несколько дней, я ничего не знаю, меня там непонятно как женили, да? А потом начинает клуб благодарить за то, что его там отправили в сборную, да? Ты где-нибудь видел в мире, чтобы клуб отправлял какого-нибудь тренера в сборную? И чтобы клуб решал, где работать тренеру, в клубе или в сборной? Так он самое главное еще и совмещает ко всему. Представляешь, какой бардак? Какой бардак сейчас в российском футболе, да? И он отобразился даже на выборе тренера сборной. Это что, это там практически там все диктуют условия, диктует там практически Гиннер. Он что хочет, то и делает. Ну, вот то, что Симак остался, да? Мы с вами его называли в числе действительно таких реальных кандидатур на пост главного тренера. И вот он сможет, в общем, как-то так влиять вообще на положение дел? Он, Балахнин, Овчинников. Нравится вам этот тренерский штаб? Ну, вообще, что касается Симака, того же Балахнина и Овчинникова, Симак и Овчинников играли на высоком уровне, правильно? Это футболисты высокого уровня. Балахнин и сам играл, был футболистом, да? И тренером долго работал. То есть профессиональные качества не вызывают вопросов. Вызывают очень большие вопросы, процедуры назначения и главного тренера, и выборы тренерского штаба, да? Вот. Отсюда, как говорится, и все проблемы всплывают. Потом ты говоришь, как Симак может влиять, если он там не главный? Влияет на все главный тренер, понимаешь? А помощники, это помощники. Помощники, во всяком случае, никакой ответственности не несут. Несут ответственность главный тренер, правильно? Да. Вот спрашивает нас Антон на СМС-портале. Шатов, Дзагоев, Широков или Черышев? Кто из них будет играть и кто из них должен играть в стартовом составе сборной, на ваш взгляд? Ну, сейчас лучше всех, лучше всех выглядит Шатов по тем играм, которым играет. И он уже лидер «Зенита», и к нему с большим уважением, он, как я смотрю по игре, к нему с большим уважением относятся легионеры. А «Зенит» — это сейчас команда легионеров, и он игрок постоянно становится. Другое дело, где он будет играть, вот, потому что Капелло из него там плеймейкеры делал. Вот, а так, я думаю, кандидатура Шатова по тому состоянию, как он сейчас выглядит, не вызывает сомнения. Тем более, тем более Семак хорошо знает и все это видит. На дороге Москвы переносимся 4 балла по оценке портала «Яндекс.Пробки». Местами затруднения крупнейшие на Ярославском шоссе от Олимпийского проспекта до Болшевского шоссе. На проспекте Мира от Маломосковской улицы до улицы до Кукина. На шоссе энтузиастов от Леоновского шоссе до Объездного. На Большой Никитской улице от Новицкого бульвара до Моховой улицы. Болельщик «Динамо» с 1974 года Максим уже не в первый раз интересует смысл для клуба отдавать вольбу и нам в аренду. Уже, поймите, я просто не буду Александровичу этот вопрос ретранслировать, потому что здесь, в общем, что он может сказать по поводу того, как уйдет вольбу и на, если уйдет, да? Он вряд ли уйдет в аренду. Все-таки та информация, которая первая появилась по поводу 7 миллионов евро в аренду, еще и зарплату какую-то часть платит «Динамо». Нет, конечно, это были бы абсолютно нереальные условия. Если он уйдет из «Динамо», то, судя по всему, он будет продан. Продан и по полной программе уже, в общем, Леону. Поэтому, я думаю, об аренде, судя по последним сообщениям, в общем, информации нет. И такой речь уже не идет. Это было бы, конечно, абсолютно неприимаемым условием для «Динамо». Хотя здесь, знаешь, я думаю, основное желание, вот в данном случае, да, бывают такие ситуации, да, здесь игрок заинтересован уйти из команды, несмотря на то, что там проблем у него нет ни материальных, никаких, он лидер, там, все, казалось бы, что тебе еще нужно играть, да? Но проблема в том, что, видя вот то, что происходит в «Московском Динамо», та ситуация, которая сейчас сложилась, да, и то, что их дисквалифицировали, и они не играют в Еврокубках. А у Войль Буйна, у него основная задача, помимо денег, это подготовка к чемпионату Европы, которые они, французы, могут выиграть у себя дома, да? И он должен быть в полном порядке, потому что там серьезные требования к кандидатам, и он должен конкурентно с командой, которая играет, во-первых, в Еврокубках, которая будет на глазах у тренера, да? В данном случае Леон, Леон, это для него очень хороший вариант, поэтому он в первую очередь изъявляет желание, а все остальные дела, это уже, они уже идут попутно. Мы будем потихоньку переходить к матчу «Спартак-крыльца» этого, давайте в этой части по крыльям. Вы сказали, что у них есть реальное пространство для прогресса, но мне кажется, этот состав, по сути, не изменившись со времен ФНЛ, очень серьезно уступает в уровне многим командам премьер-лиги. Но этот состав уступает не потому, что Веркотерин остановился на этом составе, а из-за того, что он об этом и говорит, что есть проблема, а ему не дают провести соответствующую селекцию на трансферном рынке, да? По каким причинам, мы не знаем, но он после игры с Амкаром сказал, что у нас есть проблемы, которые сейчас решаются, и если мы эти проблемы не решим, а решаются они с руководством, в первую очередь, я думаю, на трансферном рынке, то у нас ситуация еще ухудшится. Вот, но по сравнению с Амкаром, по сравнению с Амкаром, они играли значительно лучше у себя на поле, я и ту, и другую игру смотрел, и могу сказать, что не допустить, все-таки это ошибка вратаря, когда Промас забил первый гол, потому что расстояние... Ну, конечно, и он не в угол бил. Да, не в угол, и Промас — это не Халк, правильно, там и сила удара, хотя он неплохо пробил, сила удара не такая была, и запустить такой гол — это ошибка вратаря. Ну и, конечно, если бы Конленко забил бы, да, вот, там же у них момент был, он попал в Рыброва, да, то ситуация могла бы тоже развиваться по другому сценарию. Да, продолжим об игре «Крылья Совета в Спартак» уже в следующей четверти час. Академия «Новая Лига Спорта» приглашает в секции по футболу и фигурному катанию детей и взрослых. Отделение по всей Москве. 495-774-778-0. SportDefizKatok.ru. 0+. Может быть, ко мне? А где вы живете? Рядом с аэропортом Внуково. На Киевской, я не против. До аэропорта из центра Москвы без пробы коопозданий только на Аэроэкспрессе. Метро «Киевская Внуково». Аэроэкспресс. Твой аэропорт в центре Москвы. Пробуй и пользуйся. Окей, бизнес-кар. Как выгодно купить Toyota Land Cruiser 200? До 31 августа Toyota Land Cruiser 200 с выгодой от 380 тысяч рублей. А также выгода 100 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Только в Toyota Центр Лосиный остров. Витца, Рублевский, Левобережный, Серебряный Бор и Каширский. Звоните. 495-151-91-61. 151-91-61. Приложение ограничено. Выгода не распространяется на автомобиле в комплектациях «Элеганс» и «Элеганс Плюс». Подробности на сайте toyotavc.ru. Организатор ООО «Тойота Мотор». Когда кажется, что все против тебя, когда ты уже не привет сосед, а тот мужик с перфоратором, когда кажется, что союзников не осталось, останется тот, кто всегда с тобой. Онлайн-магазин струйматериалов «Петрович». Расчет точной стоимости покупки, доставки и подъема на этаж. «Петрович» с теми, кто отважился на ремонт. ООО «СТД Петрович, Москва», ОГРН, 114-774-659-0859, Москва, Бутыск, Ивал, 68-70, строение 1. КОФЕХАУС Голод не четко, я знаю четко, я перед ним не хочу бить чечетку. Вбери, кусить или сытно поесть. Бокс-ту-гоу, голод умеет. Путь в движении, напитки и вкусная еда с собой. Бокс-ту-гоу. КОФЕХАУС. КОФЕ в ритме жизни. Телефон рекламной службы «Спорт.ТМ» 620-46-64. Код Москвы 495. Правила футбола очень просты. Если движется, бей. Если не движется, бей, пока не начнет двигаться. Спонсор рубрики «ЗАО МПК». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 100% футбола с Дмитрием Дерунцом на «Спорт.ФМ». Это «100% футбол». У нас в гостях Александр Бубнов. Сейчас давайте вновь обратим внимание на мнение букмекеров. Помимо матча «Рубин-Ростов», поговорим и о встрече «Краснодар-Кубанина» в 2015 по Москве. Итак, что говорят эксперты Винлайна, фаворит и большой фаворит в этом матче хозяева номинальные. «Краснодар» – 1.74 коэффициент на «Краснодар», 3.62 на ничью и на «Кубань» 5.01. Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что вот такая картина будет. Если сравнить с другими букмекерскими конторами, то вот B365 говорит о том, что «Краснодар» 1.73, «Кубань» 4.75. Значительно ниже и тот и другой коэффициент, нежели у Винлайна на ничью 3.60. Ну и давайте двигаться дальше. Вас удивляет, кстати, Александр Кикарьевич, что вот так вот букмекеры таким фаворитом видят «Краснодар». Мы видели его игру против «Слована», мы видели достаточно невинятный футбол в чемпионате и вот такой фаворит. Ну, дело в том, что у «Кубани» сейчас проблемы и проблемы и с составом, и с игрой, чего нет у «Краснодара». Потому что у «Краснодара», в общем-то, команда, во-первых, она по российским меркам хорошо сыгранная и опытная. Потом она прошла Лигу Европы, правильно? И тоже большой опыт получила. Потом не забываю, у «Кубани» потеря Попова, о которых они сейчас говорят, что они невосполнимы просто. Ну, оно так и выглядит пока. Да, равноценной замены нет. А когда ведущего игрока, тем более, из группы атаки убирает, то сразу возникают проблемы в атакующих действиях. Вот, и поэтому ничего удивительно. В этом плане у «Краснодара» там большое преимущество, вот поэтому и такие коэффициенты. Кстати, хотели вас спросить минувшую пятницу, но не удалось сразу после жеребьевки. Вы же играли в составе московского «Спартака» против финского «Хика». Да, и вот сейчас «Краснодару» выпал как раз-таки «Хик». Тогда, в 80-х, вы разнесли «Хик» со счетом 2-0-5-0. У меня после того, как я возвратился, это была первая игра. Кубка «Хуэфа». Да. Мы в Москве играли, в Лужниках. И, в общем-то, так, финны упирались прилично, и мы всего-навсего 2-0 выиграли, если мне память не изменяет. Да, все верно, 2-0, а вот там 5-0. Да, там 5, и там мы легко и достаточно быстро забили, а потом они, когда полезли вперед, там мы 5 забили, а могли еще больше забить. Поэтому мы их там легко взяли, вот. Но готовились, готовились очень серьезно, и чем не запомнился? Ну, мне вообще этот стадион запомнился, Олимпийский стадион, тем, что он узкий очень. Там ширина, по-моему, 50 метров всего. Минимальная ширина, которая может быть. И вот при таком узком поле легче обороняться, чем атаковать. С другой стороны, там из зала можно в штрафную площадку, там, вратерскую бросать. Мячи. Вот. И сейчас еще гол должен быть. 2-0. Ну, да, Ростов раздевает их просто. У них проблемы. Рубин посыпался. Да, Канга забивает второй мяч. Вопрос, кстати, был, могут ли поставить вопрос об отставке Беллидина, если сегодня проиграют? Ну, сейчас вот, если вот такой завал серьезный будет, а... Видите, вот что значит молодой, вроде неплохой парень вот этот... Лемос. Да, Лемос. Но опыта не хватает, обводкой занимается, теряется мяч и практически привозит себе второй гол. Вот. А здесь опытные ребята, потом вот Калачев, Канга, там, Бухаров, да. Здесь, в общем-то... Ну, как вы считаете, Беллидина? Я-то думал, я-то думал, честно говоря, с учетом того, что Рубину деваться некуда, такая ситуация, они должны были там собраться, как говорится, и чуть ли не мать смерти, да. Но здесь вот, потому как события развиваются уже в самом начале, да, и по составам, вот, которые меня поставили, плюс потеря Кузьмина, вот, в последней игре, капитана команды, да, она роковым образом сказывается. Ну, и, конечно, Бердеев, который знает очень хорошо Рубина, я об этом уже говорил, кстати, он и игроков из Рубина забыл, они к нему тоже пошли. Поэтому сейчас Рубин беспомощно выглядит, я не знаю, что дальше будет, но может быть крупный черный. Мне вот, кстати, всегда, вот, всю жизнь последнюю, что наблюдаю за российским футболом, так обидно, что Тимофей Калачев не сумел сыграть на более высоком уровне, ниже Ростов. По-моему, вот по уровню мастерства, нога от левого у него вообще шикарная. Ну, в общем, да, он игрок сборной Белоруссии, вот, и на международной арене он тоже, у него опыт выступления на международной арене есть, вот. Вот, ну, вот по той манере, как он играет, да, он действительно мог бы играть, и в московских командах мог бы играть, но вот так сложилось, как сложилось. Ну, вот, по-моему, он стал звездой для Ростова. Да, ну, для Ростова-то точно, это не только звезда, но это еще ведущий игрок, который ведет за собой команду, причем он с Ростовом прошел огонь, воду и медные трубы, там, где он только не побывал с Ростовом, и переходные игры играл, и везде, в общем-то, достойно выглядел, и для Ростова все удачно заканчивается. Он помогал очень сильно, потому что тоже был, может быть. Нет, Рубин не забил. Успели накрыть, да. Для Ростова все заканчивалось благополучно. Ну, вот, посерьезнее ситуация уже на московских дорогах, движение плотное, 5 баллов по оценке портал Яндекс.Пробки, крупнейшее, как часто это бывает, на проспекте Мира, от Крестовского путепровода до улицы до Кукина, на Лужнецком мосту, от проспекта Вернадского до улицы, и от улицы Хамовнический вал до улицы Строителей, на Нижегородской улице, на Рязанском проспекте, от Третьего транспортного кольца до Луховицкой улицы, и на шоссе энтузиастов, от Леоновского до Объездного шоссе. Сто процентов футбола с Дмитрием Дерунцом на Спорт.ФМ Сто процентов футбола, как всегда, по понедельникам вместе с нами Александр Бувнов. Про Спартак давайте уже, болельщики просто негодуют. Три защитника первый вопрос. Это то, что решил попробовать в течение второго тайма игры с Рубином Оленчев, и с чего начал в игре против Крылья Советов. На ваш взгляд, это будет основная схема, или в принципе должны уметь играть по разным схемам, и в этом плане плюс? Вообще должны от соперника плясать, но чем вот эта хороша игра? Сейчас в России говорят, что в три центральных защитника, да? Но на самом деле эта схема, мы по этой схеме тоже играли, это в три защитника, да? Там просто распределяются роли соответствующим образом, да? Здесь один игрок, один игрок высвобождается в средней линии, в атакующую, в атакующую в группу атаки, вот, и практически получается, если троем играет, а Спартак вот сейчас играет в два нападающих, да, то там получается, если вот как вот считают по схемам, да, то получается три-пять-два. То есть в середине поля можно устраивать очень приличный прессинг, да, потом здесь практически на флангах, но здесь, видишь, у Спартака на флангах играют крайние защитники, да? А вообще вот при такой схеме, да, лучше на фланге ставить полузащитников, атакующих, которые хорошо сидят. Но они, да, в свое время играли, в свое время играли хаббеками в московском «Динамо», но в последнее время, но, правда, Кирилл сейчас тоже играл полузащитников, в толпедах, да. А Дмитрий там, он больше играет крайнего защитника, да, но с учетом того, что практика была, да, чтобы они активно очень подключались, и в середине создается вот такой, я бы сказал, четырехугольник, да, где можно дирижировать игрой там Попов, Широков, там, вот, потом сюда Проми сможет опускаться, он такой блуждающий, да, вот, и там Глушаков еще есть, правильно? Тоже игрок, который склонен к созиданию, хотя он в большей степени помогает все-таки вот этим трем защитникам, да, практически, играя в три защитника, но имея здесь Глушакова, да, ты баланс сохраняешь, но зато ты увеличиваешь атакующую мощь. И это хорошая схема, но при этой схеме игры, она такая ярко выраженная, атакующая, да, агрессивная, я бы даже назвал ее агрессивной, да, здесь должны надежно защитники играть. Вот, а так как у Спартака были проблемы, вот именно в центральной зоне, да, то сейчас это, когда Спартак обороняется, это и получается, что как три центральных защитника, да, потому что фланги закрывают Камбаровы, да, и плюс здесь еще есть Глушаков. И, в общем-то, это такой серьезный оборонительный редут, который не так просто будет пройти, а особенно ЦСКА, у которого там впереди один... То есть вы думаете, что против ЦСКА тоже будут три центральных защитников? Ну, они имели, вот эта схема, вот эта схема, она наигрывается как раз вот под такие команды фаворитом, где нужно очень надежно в обороне сыграть. Ну, то есть вы с одной стороны называете ее агрессивной, с другой стороны, где нужно сыграть надежно в обороне? Нет, она надежная, она агрессивная, когда мы мечом владеем, потому что там большая группа атаки, да, но когда мы обороняемся, обороняемся, а фланги закрываются, ну, хавбеками, да, крайними вот Камбарами, а в середине оказывается три защитника, плюс еще здесь Глушаков. То есть центр, центр, там такой железобетон приличный, понимаешь? И что характерно, что там им легче друг друга подстраховывать, понимаешь? Когда вдвоем играют, там в этом случае, в случае подстраховка, особенно когда у ЦСКА тоже всего один нападающий, и там не хочешь один нападающий, и пять человек... Маловато назвал наш дозвонившийся. Напомню, суть конкурса. Вы дозваниваетесь, слушаете букву от Александра Бубнова, и в течение одной минуты должны назвать как можно больше фамилий знаменитых спартаковцев на эту букву. В минувший вторник, 4 августа, московский «Спартак» в рамках экскурсии посетил завод московской пивоваренной компании. Накануне «Спартак» обыграл Рубин. Чем не повод отметить такое событие? Напомню, что в октябре 2014 года на стадионе открытия арены в торжественной обстановке был подписан контракт между московской пивоваренной компанией и футбольным клубом «Спартак Москва». Согласно документу, компания стала официальным партнером команды на четыре года. Это партнерство значимо для обеих сторон. И теперь логотип пива «Трехгорное» красуется на игровой форме красно-белых. Ранее спартаковцы поздравили компанию со 140-летием, а теперь сами решили посетить и воочию увидеть процесс производства легендарного напитка. Футболистам рассказывали и показывали, как работает завод и варят пиво. Каждый из игроков не только познакомился с процессом приготовления пенного напитка, но и, конечно же, смог продегустировать. На линии разлива все футболисты и тренеры команды оставили свои автографы на литровых бутылках пива «Трехгорное». Торговая сеть «Билла» решила выкупить всю партию пива «Трехгорное», выпущенную заводом в этот день, где среди тысяч бутылок счастливчики смогут найти пиво с автографом игрока любимой команды на этикетке. Торговая сеть «Билла», включающая в себя 98 торговых точек, преимущества расположенных в Москве и Центральном федеральном округе, откроет продажи специальной партии пива «Трехгорное» 13 августа 2015 года. По традиции, действие завершается общекомандной фотографией. Это только начало дружбы и работы двух чемпионов, двух славных имен – футбольный клуб «Спартак» и пиво «Трехгорное». Итак, есть ли у нас уже дозвонившийся болельщик «Спартаковский»? А я букву не назвал. Да, ну мы сначала познакомимся. Андрей до нас дозвонился. Андрей, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну что, знакомы? За «Спартак» болеете? Знакомы с условием? Да, знаком. Две недели назад слушал. Прекрасно. Значит, тогда у вас будет минута сразу после того момента, как Александр Бунов назовет букву, и вы на эту букву называете фамилии знаменитых «Спартаковцев». Итак, Александр Викторович, пошло. Буква «С». Буква «С». Время пошло. «Саенко». Это самый знаменитый, безусловно. «Сухи». Так. Два. По стареньким пройдемся. «Симонян». Так. «Три брата». «Три брата Симоняна»? Это вы откуда «Три брата Симоняна»? «Три брата Симоняна». А, «Три брата». Хорошо. «Метанин в воротах играл». Было дело. Так, «Сычев» Дмитрий. Конечно, куда от него деться. «Самедов». Андрей, молодец. «Молодец». Только Сальникова забыл. Да, Сальникова забыл. Ну, можно было и там и Суслопарова еще назвать, и Севидова. Да. Да, Юрий Александрович. Вот же кого, наверное. Ну, так перечислил, да, много. Ну что, Андрей, мы подсчитаем, решим, как считать братьев Старостиных. У вас, конечно, буква «С» была в этом плане очень удобная. Но, тем не менее, мы поздравляем. Это очень хороший результат. И все те, кто слушали нас сегодня, есть еще такие хорошие, достойные буквы. Да, на «С» много спартаковцев, но есть и другие буквы. И напоминаю, что и завтра, и в среду, и в четверг мы будем разыгрывать. Мы будем принимать участие в игре «Гладиаторы», соответственно. И вы будете принимать участие, мы для вас ее будем устраивать. И если вы Андрея обгоните, то именно вы получите билеты на пятничный матч «Спартак-ЦСК». Но Андрей сейчас фаворит, начал хорошо. Завтра назовем, сколько назвал Андрей. Ну и попытайтесь перегнать. Молодцом. Это игра «Гладиаторы» о «Спартаке». Вот так вот мы разыгрываем билеты на домашние матчи клуба. И впереди ответственнейшая игра «Спартак-ЦСК». Должна была состояться в субботу, но состоится в итоге в пятницу. «Гладиаторы» на «Спорт.ФМ». Партнер рубрики «ЗАО МПК». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ну что же, сейчас мы на дороге Москвы переносимся. Как всегда, посложнее ситуация, уже серьезно. Пять баллов по оценке портала «Яндекс.Пробки». Движение плотное, крупнейшее по-прежнему на проспекте Мира, от Банного уже переулка до улицы Докукина. На Комсомольском проспекте, на Лужнецком мосту, на проспекте Вернацкого, от метро Фрунзенской до Ломоносовского проспекта. Серьезное такое, серьезное затруднение. На третьем транспортном кольце на внутренней стороне, от Кутузовского проспекта до Ленинградского проспекта. СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА С ДМИТРИЕМ ДЕРУНЦОМ НА СПОРТ-ФМ Еще несколько минут у нас в гостях Александр Бубнов. Сообщим, что «Спартак-2» проиграл Тюмени в гостях со счетом 0-2. «Зенит-2» в эти минуты играет с Шинником. Ничья 1-1. Зуев отличился, Киржакова в заявке нет. «Луч энергии» в гостях в набережных Челнах выиграл у «КамАЗа» со счетом 1-0. Подытоживая, «Спартак» все-таки ЦСКА, главная тема этой недели, Александр Григорьевич, само собой. По поводу трех защитников разложили все понятно. Посмотрим, как сыграет «Спартак» с этой точки зрения. Артем Ребров, насколько его заслуга высока в последних играх на ноль? Вы же сами это отметили. Заслуга высока, потому что он выручает. И мало того, что он выручает, он еще и руководит, и является капитаном, и оказывает большое влияние на игру с защитником, потому что он все время подсказывает и требует, и заводит команду. Поэтому здесь недооценить невозможно тот вклад, который он сейчас внес. Но, правда, есть проблемы. Есть проблемы на выходах, он допускал ошибки на выходах, которые приводили к таким серьезным ситуациям у ворот. Вы говорите о том, что при схеме три защитника будет такое равное противостояние в центре поля. Одного Глушакова хватит обороняться и быть вот таким чистейшим опорником? Ну, я сейчас вообще считаю, тот стиль игры, который демонстрирует сейчас Спартак, да и в наши времена тоже, да и вот сейчас лучшие сборные, не только сборные, но даже и топовые команды, да, они играют уже, начинают с одним опорным полузащитником играть, для того, чтобы увеличивать свой атакующий потенциал. Вот, просто, просто, когда играют два опорных полузащитника, сам по себе атакующий потенциал снижается, это раз, и команда, команда тем самым, тем самым, она изначально не может атаковать большими силами, где ярко выражены опорные полузащитники, которые только разрушают, да, и от этого страдает атакующая мощь, особенно, когда в позиционной атаке, когда команды закрываются, да, то им тяжело взломать такую оборону, вот. А при быстрой игре здесь просто нужна хорошая взаимозаменяемость, и вот эти три защитника, которые есть, это достаточно для того, чтобы надежно сыграть как минимум, как минимум, когда команда теряет мяч, чтобы не допустить быструю контратаку, понимаешь? А потом уже, потом уже там практически, сейчас современный футбол такой, если ты контратаку не пропускаешь, исправляешься, не даешь сопернику быстро развивать, то потом ты практически всей командой защищаешься, вот. И здесь уже значительно легче, здесь и страховать легче. А вот когда ты, очень большое пространство у тебя за спиной, да, и соперник играет очень быстро, то здесь уже нужно, чтобы очень качественно играть. Александр Ильич, коротко, залуешь ли мовсисян в стартном составе? Ну, как сейчас вот все складывается, я думаю, что сначала мовсисян. Спасибо большое, Александр Бубнов. Как всегда по понятельникам в рамках программы «100% футбола» я Дмитрий Дерунец. Услышимся завтра в это же время с 17 до 19. Чемпионат России по футболу. Какой самый большой стадион в России? Конечно, Лужники. А какой в России самый большой футбольный матч? Разумеется, легендарное московское дерби. «Спартак» против ЦСКА. Логично, что именно на этот матч из года в год ходит целая армия болельщиков. И до тех пор, пока Лужники не закрыли на реконструкцию, именно в их стенах собиралась самая большая аудитория чемпионата нашей страны. Интересно, что из десятки самых кассовых встреч российского первенства лишь одна прошла под вывеской «Спартак-Локомотив». Во всех остальных играх на поле сражались красно-белые с красно-синими. В 2013-м, когда номинальными хозяевами Лужников выступали армейцы, посмотреть на суперматч собрались почти 70 тысяч человек. И все они оставались в напряжении до последних секунд, когда точный 11-метровый в исполнении Алана Дзагоева принес ЦСКА ничью со счетом 2-2. Техническое поражение – это результат, который может быть засчитан одной или обеим командам, участвующим в матче, за определенные серьезные нарушения регламента. В тех видах спорта, где ведется счет, сопернику команды, которой присуждено техническое поражение, будет засчитана победа с определенной разницей голов или очков. В футболе это 3-0, в хоккее 5-0. Этот результат идет в общую копилку команды и учитывается в случаях, когда требуется сравнить разницу голов для определения места в таблице. Чаще всего техническое поражение присуждается за неявку команды на игру или за снятие с турнира. Также команда может быть наказана за действия болельщиков, помешавшие проведению матча, равно как и за действия игроков, которые привели к срыву встречи, например, массовую драку. В чемпионате России по футболу известны случаи, когда техническое поражение было присуждено за участие в матче игрока, который не имел на это права. Словарь спорта Телефон рекламной службы «Спорт.ТМ» 620-46-60